Привет! Сегодня пятница и это токовые новости. Я знаю, вы надеялись увидеть мужчину с его субъективным взглядом на главные новости недели. Однако я вас обрадую, но с этого дня токовые новости буду вести и я. Взглянем на новости женским, но объективным взглядом. С вами Марьяна и это токовые новости. Давайте начинать. Полетели! Нетрудно догадаться, с чего мы начнем. Бывший президент Грузии, который находится в заключении в Руставской тюрьме, на момент съемки передачи голодает уже 22-й день. Вскоре Михаил Саакашвили может быть помещен в госпиталь с целью превенции. Однако заключенные и его защитники не соглашаются с госпитализацией в клинику 18-го пенсарного учреждения. Хотя ранее премьер-министр назвал Михаил Саакашвили стимулянтом и профессиональным аферистом. Здесь же добавлю, что 20 октября прокуратура Грузии вынесла постановление об обвинении по факту незаконного пересечения границы. К этому добавляем срок по приговору в злоупотреблении служебными полномочиями и в растрате бюджетных средств. Суммарный срок наказания по ним составил 6 лет лишения свободы, плюс новое дело о незаконном пересечении границы. Михаил Саакашвили объясняет свой арест несправедливым приговором, навязанным президентом России Владимиром Путиным и его давним противником. Вам же интересно, каким путем попал Михаил Саакашвили в Грузию? Одно могу сказать. По версии прокуратуры, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в страну, спрятавшись в грузовике с молочной продукцией. Довольно интересное зрелище. Однако Грузия не собирается передавать Украине бывшего президента Михаила Саакашвили, ведь он-то по сути гражданин Украины. Комментируя вопрос о возможной экстрадиции, экс-президентом Украины, вице-премьер, министр культуры и спорта и молодежи Тея Цулукьяни заявила, что и тут нет никакого правового основания. Все останется с нами. Наша редакция была интересна. Если бывший президент останется, то как повлияет фактор Саакашвили на и так поляризованную грузинскую политику? Исходя из того, что страна вновь находится в предвыборном режиме, впереди еще второй тур муниципальных выборов. И что думают о нем же его политические конкуренты? При телефонном разговоре представитель партии ЛЭЛА Григол Гигелия нам ответил, что следует ожидать электоральных изменений. Однако какое будет отношение электората к возвращению экс-президента решит само гражданское общество. Как называется, поживем, увидим. Ну а полностью материал вы сможете найти на нашей фейсбук-странице. Кликайте. Особое внимание и акцент должны быть перенесены на конкретные вопросы, которые важны для избирателей, а не на взаимное противостояние и нападки друг на друга. Разумеется, не должно иметь место какого-либо типа насилия. Об этом заявила посол США в Тфелисе Келли Дегнан. И в этот же день был размещен видеоклип на официальной фейсбук-странице правящей партии «Грузинская мечта». В ролике дискредитируется лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение». Совпадение? Скорее всего. Если вы в сомнениях, то отпишитесь нам под этим видеороликом. Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл с визитом в Грузию. Министр обороны США прокомментировал предложение по созданию формата 3+,3 по Закавказью. О чем речь? Сейчас попытаюсь объяснить. Идея создания формата 3+,3 была озвучена президентом Турции Эрдоганом после окончания Карабахской войны в 2020 году. Формат вместе с Азербайджаном, Арменией, Турцией и Ираном также объединяет, догадайтесь, и Россию. Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что Грузия правит заинтересованность в создании такого механизма консультаций и согласования решений по развитию Закавказья. Очень хитро. Согласитесь, я о формате. В этой связи МИД Грузии заявил, что такие платформы должны основываться на уважении важных и фундаментальных принципов. Это признание суверенитета и территориальной целостности государства. Визит главы Пентагона был ожидаем. Согласитесь. Да и по поводу формата 3+,3 он отметил, что Россия, которая оккупировала 20% территории Грузии, должна уважать обязательства, предполагаемые соглашением о прекращении огня 2008 года, прежде чем говорить о какой-либо новой платформе. Но вот что является основной причиной, по которой участие Грузии в формате большинство экспертов считают неприемлемым. Руководитель Института грузинской политики Корнели Кокачи нашей редакции заявил, что цель формата – это изгнать Запад из региона. Он считает, что членство Грузии в формате 3+,3 будет осуществимо, если США и ЕС примут в этом участие. Формат 3+,5 будет соответствующим форматом. А вот что думают о данном формате оппозиционной силы и правительства, вы узнаете из нашего материала, перейдя на нашу фейсбук-страницу. Кликайте, там будет горячо. В рамках визита представителей Еврокомиссии в Грузии будут реализованы 5 новых проектов. Это объясняется необходимостью для демократизации страны. По словам главы директора Европейской комиссии по вопросам добрососедства и институционного строительства Лоуренса Мередит, европейским инвестициям в Грузии должен сопутствовать четкий прогресс в судебной реформе, в реформе публичного управления и в сфере прав человека, что самое главное. МИД РФ направил властям Грузии ноту с просьбой предоставить всю информацию о ходе расследования убийства 18 октября в Тпилиси российской гражданки Анастасии Шаталовой. Об этом сообщила секция интересов России при посольстве Швейцария в Грузии. Российское внешнеполитическое ведомство также просит содействия грузинских коллег в скорейшей передаче тела покойной ее отцу, прибывшему из России, для захоронения дочери на родине. Напомню, 27-летняя Анастасия Шаталова была убита 18 октября. МВД Грузии предъявило обвинение в убийстве трем гражданам Грузии. Анастасия Шаталова жила в Грузии с 2018 года. Она долгое время судила со своим бывшим мужем, экс-вице-мэром города Батуми Зурабом Беридзе из-за их общего сына, которого воспитывает сама. В интервью Анастасия Шаталова заявила, что бывший муж запугивал, шантажировал и тайно подслушивал ее. Она добавила, что ребенка забрали обманом и не разрешали подходить к нему. Однако у следствия пока нет оснований подозревать Беридзе в заказе убийства бывшей своей супруги. По одной из версий, рассматриваемых в Пелисе, убийством мог заказать некий уроженец Северного Кавказа, конфликтовавший Шаталовы еще в России. Ну а куда без коронавируса? Уже пятая волна. Исходя из эпидемиологической обстановки, в стране нет обнадеживающего прогноза и необходимые жесткие решения. Заявила об этом глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амирангом Кролидзе. Я многих огорчу. Рассматривается вопрос о решении введения так называемых зеленых паспортов. Но это не точно. Вероятно, вы знаете, что пришло время сезонного гриппа. К тому же, эпидемиологи представили нам еще один современный термин – твинемию, который представляет собой комбинацию сезонного гриппа и ковида. Следующая история как раз про сезонный грипп. Вокруг частной клиники Гогелия, расположенной в центре столицы, разгрозился скандал. Жители Твилиси вместо вакцины от гриппа привили витамином С. Как такое возможно? Это вообще возможно? Граждане пришли в клинику для того, чтобы сделать четырехкомпонентную вакцину против гриппа и заплатили за это еще к тому же 75 лари. Как рассказала одна из пациенток, после укола она попросила показать, чем ее вакцинировали. Женщины показали шприц без каких-либо надписей, а затем флакон, на котором было указано, что это просто витамин С. После чего в клинику вызвали полицию, однако до приезда патрульной полиции медперсонал сам в спешном порядке покинул здание клиники. Как оказалось, у клиники не было лицензии на прививки, а главврач год назад был заподозрен в фальсификации документов. Смотрите в оба. Теперь только так. И напоследок пять коротких новостей, которые вам запомнятся. Первая новость. Королева Великобритании не пожелала принять звание старушка года, который присуждает британский юмористический журнал для пожилых людей. На что Елизавета II вежливо дала понять представителям юмористического журнала, что старый на себя пока не считает, объяснив свой отказ так. Человеку столько лет, насколько он себя чувствует. Поэтому помните об этом всегда и вы, дорогие зрители. Второе. Национальное космическое агентство НАСА планирует обеспечить связь с Землей, проведя на Луне интернет. Следующая новость. Европарламент присудил премию имени Сахарова за 2021 год Алексею Навальному. Здесь мне интересно посмотреть на выражение лица Владимира Владимировича Путина. Четвертая новость. Власти Колумбии решили стерилизовать бегемотов Пабло Эскобара. В простонародье их называют кокаиновыми бегемотами. Почитаете интересную новость. И последняя новость. Аквалангист-любитель обнаружил меч крестоносцев с клинком длиной в 1 метр с рукотью в 30 сантиметров. Меч был обнаружен на 5-метровой глубине у Средиземноморского побережья Израиля. Оружию, которое, по словам специалистов, прекрасно сохранилось порядка 900 лет. Вы только себе это представьте. На этом наш выпуск подошел к концу. Ставьте лайки, комментируйте и будьте в ожидании нового выпуска. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok